Добрый вечер, дорогие друзья! Огромное спасибо, хотел бы сказать, организаторам проекта, людей, которые поддержали группу MUMITROLL, поддержали EU, это и американская промоутерская компания The Agency Group в этом амбициозном проекте и наконец услышим Илью. И для нас, в последние 10 лет, мы путешествовали с нашим бандом в России и в России. И, как музыка, я бы сказал, что самые сложные вещи, для нас, как музыканские, чтобы играть в эти территории, где мы полностью не знали. И мы были в таких экзотических местах, как в Гринландии, в Китае, где люди, которые не говорили на русском, иногда они не знают, где Россия находится. И почему мы делали этот альбом? Это полностью, например, это самостоятельный альбом, и самостоятельный альбом, что мы делали на своем. Все треки здесь в России. И они думают, что только случайно мы начнем эту турцию следующий день после inauguration. И я знаю, что многие говорят, что большие изменения в России и я думаю, что это может быть еще большим изменением, что наконец-то люди в Америке начнут слушать музыку в России. А именно поп-музыка, исполняемая на самых различных языках. Благодаря, опять же, развитию интернета и новых технологий, с одной стороны, люди гораздо становятся ближе друг к другу. Существует огромное количество независимых лейблов, которые, в свою очередь, выживают именно с этого, с музыкального рынка, большие компании. В какой-то мере происходит, конечно, такое вот, скажем, сейчас не время Элвисов Пресли и Майкл Джексона, об этом тоже заявляют все представители индустрии, но сейчас именно время таких множества нишевых, скажем так, групп и рынков, поэтому, где люди объединяются по каким-то своим даже не языковым или географическим особенностям, а по эмоциональным. «Очень рад присутствовать здесь, на этом мероприятии, в Русском культурном центре. Благодарим Логутенко, который провел замечательную пресс-конференцию, открывая свой американский тур, как организатор концертов в Вашингтон, Д.С. и человек, который занимается культурной деятельностью русской общины уже много лет, с нетерпением наблюдаю, как пройдет концерт и очень надеюсь, что тур пройдет успешно, что идеи, которые существуют у Ильи, удастся применить в жизни и внедрить в американскую культуру, и ожидаем всех удачи». «Также хочу присоединиться к словам моего друга и партнера Даниэла и в первую очередь поблагодарить Русский культурный центр персонально Евгения Гошкова, который делает все для того, чтобы сплотить русскоязычных говорящих людей и студентов здесь, в Вашингтоне. И лично зная Илью, которым я познакомился в прошлом году, когда мы делали его тур по Вашингтону, довольно-таки успешные были концерты, и для меня этот человек, в первую очередь, открылся как личность, как человек, который очень эрудированный. И, пользуясь случаем, я хочу всем нашим поклонникам, всем жителям Вашингтона, которые любят рок-концерты, сообщить, что у нас намечается два концерта. Первый – это Mark Scheider Kunz, который состоится 31 января, это питерская группа, очень известная в России, а также легендарная группа B2, которая будет давать в Вашингтоне свой первый концерт, который состоится 28 февраля, и полностью информацию Вы можете узнать на веб-сайте .com, а также RussianDC.com. Мы Вас ждем, любим, приходите! Продолжение следует... Продолжение следует...